Чтобы потом учиться, это был первый выбор, который я самый сильный сделал. Я первые полгода работал черным работником, грузчиком на рынке и так далее. Я понял, что я в заработанные деньги вкладывал свои мозги. Я ходил на тренингах и платил, и самое интересное было, что я на русском не понимал. Я не понимал 99%, 98%, что там говорили. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Вы должны понимать, осознавать, что тот жизнь, которая у вас есть, это вы сами выбрали. Вы получаете либо опыт, либо травму, понимаете, когда садовник сажает дерево. Жизнь этому дереву дает Всевышний. Садовник только труд вкладывает, чтобы его вырастить. Поэтому я вспомнил свои полгода, когда я на улице жил, я его пригласил, просто сказал, Всевышний сделал меня от самого, вот там внизу, сделал один из самых уважаемых человеком. Важно, что я говорю про других, важно, как я отношусь про других. Характер развивайте пропорционально вашей умственной способности, потому что характер не дает вам сломаться. Принимая свою судьбу, я стал сильнее, я стал лучше. Независимо от статуса, независимо от статуса. Может быть и по статусу ты друг директор или там начальник отдела, но как человек мы все равны. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Часто меня задают вопросы о том, как вы стали успешными и так далее. Дорогие мои, у каждого человека есть своя жизненная флософия, наверное, свой жизненный путь. Я расскажу вам несколько именно основных правил, которые меня привели к успеху и так далее. Самое первое, что я понял, это выбор. И выбор является основным, именно от чего вы отталкиваетесь и так далее. Я в своей жизни делал несколько раз глобальные выборы. Вы каждый день остаетесь перед выбором. Пять раз я делал сильный выбор. Это когда я стал студентом в трех вузах, но не мог учиться, потому что у меня денег не было учиться. Была перестройка в Таджикистане после развала СССР и так далее. Была гражданская война. И я тогда понял, что быть хорошим человеком мало, если у тебя нет денег. Я бросил три вуза и поехал в Россию, чтобы работать, зарабатывать и чтобы потом учиться. Это был первый выбор, который я сам сильно сделал. Второй выбор был, когда первые полгода работал черным работником, грузчиком на рынке и так далее. Я понял, что получается физическим тяжелым трудом это невозможно добиться успеха. И никто не стал богатым физическим трудом. Это просто пустая трата жизни. Это был второй выбор. Я просто принял решение, что попросили Аллаха, помоги мне Всевышний, помоги мне, что я мог использовать свой ум, который ты мне давал. Я не хочу всю жизнь тяжелым физическим трудом работать. И я просто бросил этого и начал искать другие пути. И мой мозг начал искать какие-то другие варианты, подсказывать мне другие варианты и так далее. Третий выбор я сделал в тот момент, когда осознал, что мой ум это единственный банк, который никогда не банкротится. И я понял, что образование это единственный способ, который изменяет мою жизнь. И я в заработанные деньги вкладывал свои мозги. Я иногда просто на самом деле в тот момент, это в 96-97 годах, я все то, что зарабатывал, вложил и ходил на тренингах, на консультациях и учился. Это было очень тяжело, потому что, вы понимаете, это было так, что стоимость одного тренинга, это было 3000 рублей, 5000 рублей, 8000 рублей. А доллар был 625 рублей, это было где-то в районе, если 3000 рублей, это в районе 500 долларов. А если 8000 рублей, это 1200-1300 долларов. Я ходил на тренингах и платил, и самое интересное было, что я на русском не понимал. Я не понимал 99%, 98%, что там говорили. Но я понимал, что мой путь, который я выбрал, он правильный путь. Что инвестиция в твои мозги, это единственный, можно сказать, верный выбор. Единственные самые лучшие инвестиции, потому что они окупаются многократно раз. Ты никогда их не потеряешь, они на тебя всю жизнь работают, понимаете, эти пункты очень важны, понимают. И на тот момент, когда ходил на этих тренингах, платил, понимаете, тот момент в квартире в Таджикстане стоили 400-500 долларов. Двухкомнатная квартира можно было купить за 400 долларов. И я ходил на однодневных тренингах, платил такие деньги. Я до сих пор сейчас плачу на однодневный совет, пара часов, иногда 5 часов совет. Стоимость одной квартиры иногда 50 тысяч долларов, иногда 100 тысяч долларов. До сих пор я так и делаю, ребята. И это изменило мою жизнь навсегда. Третий важный выбор, который я сделал в своей жизни, это было, когда попал в долгах, которые не брал. Я привел одного американца в Среднюю Азию, он продвигал инвестиционные программы. Итоги получилось того, что его проекты наработали, и получилось, что все люди пришли, меня обвинили. Люди хотя бы выкладывали и в его проектах. И я сидел, подумал, они ходили ко мне в офис, начали меня обвинять, что они думали, что как будто я соучастник этого и так далее. Я тогда понял, что я юридически могу доказать, потому что я не брал, у меня нет ни бумаги, ничего. Но в уме людей, они думают, что как будто я участник этому. Поэтому я принял решение, что я верну этим людям деньги. Я вернул 174 человека деньги, которые ни разу не брал и не видел. Понимаете, это было миллион 846 тысяч долларов. Я продал свои имущества и в течение 6 лет еще работал, чтобы им вернуть. Пятый выбор я сделал в своей жизни, когда принял решение, что я буду оставшую жизнь посвятить своим обучениям народа. Потому что так принесу больше пользы этому миру. Понимаете, у меня свои бизнесы, на данный момент их 23. А у меня опыт в 64 бизнесах. Я открывал, закрывал, много раз ошибался, потерял деньги. Что-то из них я продал, что-то из них оставил себе и так далее. Что-то просто закрыл, потому что не пошло. Поэтому я делал очень много ошибок. Вот такое. И я принял решение, что всю оставшую жизнь я не буду заниматься только развитием своей собственной бизнеса. А я буду лучше учеников вырастить. Потому что я не могу заниматься тысячи бизнесами, но тысячи учеников могу воспитать, вырасти. И так будет больше пользы от моей жизни и так далее. Потому что все знания, которые у меня есть, это знание принадлежит Всевышнему. И они должны принести пользу этим людям. И это было одно из выборов. Поэтому первый правиль моей жизни это понимание того, что всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Вы должны понимать, осознавать, что тот жизнь, которая у вас есть, это вы сами выбрали. Вы выбрали выйти замуж на этого человека. Вы сами выбрали работать в этой профессии. Вы сами выбрали эти кредиты, долги и так далее. Это первое, что я хотел бы об этом говорить. Вторая важная вещь, что я хотел бы сказать. Всегда, когда вы что-то делаете, не бойтесь ошибаться. Вы получаете либо опыт, либо травму. Понимаете? Но вы должны понимать, что любой опыт, который вы получаете, любой ситуации, в которой вы сталкиваетесь, она для вас могут стать либо травмой, психологической травмой и остановит вас. Или либо становится опытом. Если вы умеете неудачу превращать в урок, превращать в урок, из этой неудачи брать для себя изуминку и превращать его в мотивацию, она превращается в опыт. Но если вы это не умеете делать, это превращается в травму. Это тоже зависит от вашего отношения к этому и так далее. Я делал инвестиции, бизнесы наработали. Открывал 36 магазинов в 2009 году, и все они банкротились. Вложил деньги в типографию, она не пошла. В детские клиники в город Караганде вложили, не пошла. Гостиницы в Алма-Ате, типография в Алма-Ате. Я с удовольствием начал заниматься в 2009 годах. Очень тяжело. Понимаете, я вкладывал деньги, сажал 12 тысяч дерева, и первый год около 4,5 тысяч дерева высохло и так далее. Понимаете, все то, что зарабатывал, все потерялось. Когда инфляция пошла, я брал деньги в долларах, чтобы обороты делать, чтобы зарабатывать и так далее. Потом резкие деньги от 150, 180, потом 360 и так далее. Я потерял больше годовой своих прибыли даже и так далее. Все равно. Поэтому все зависит от вас. Второе правило, которое бы хотели, чтобы вы усваивали, это вы должны понимать, что вы хотите, не хотите, вы будете сталкиваться с трудностями, неудачей, потерью. Но выбор за вами. Вам надо осознавать, либо вы это сделаете для себя травма, либо это вы для себя делаете опыт. Это выбор за вами. Поэтому вы должны понимать, что любая ошибка, она приближает вас к вашей мечте, приближает вас к вашей цели, потому что она делает вас богатыми. Она действительно делает вас богатыми. Не останавливая, идите вперед. В Библии написано 365 раз, что не бойся. Представьте, 365 раз написано не бойся. Почти 365 дней каждый день. Господь напоминает человека, получается, в священном книге. Следующее мое правило жизни, это мой наставник, это природа. Я беру постоянно пример от природы, потому что в Коране я почитал, что было написано, что мы этот мир создали для вас примером. И я все беру от природы, понимаете? Я всегда стараюсь учиться у природы. И это делает меня мудрее, помогает мне. Например, вода и песок, если объединяются, появляются растения, появляются овощи. А если сама вода отдельно, не появится это или песок отдельно, ничего не будет. Точно так же, мужчина и женщина, когда объединяются только дети, появляются рождение, жизнь появляется, понимаете? Получается, что успех, она это появляется в сочетании долговременный успех. Вот, что я хочу сказать. Третье, это долговременный успех у вас появляется в сочетании духовное и материальное. Если вы одновременно работаете над собой, духовный интеллект развиваете, себя развиваете, ваши человеческие ценности развиваете и будьте трудиться добросовестно, обязательно успех происходит. Молитесь, пожалуйста, молитва вам помогает. Например, когда садовник сажает дерево, когда садовник сажает дерево, жизнь этому дерево дает Всевышний. Садовник только труд вкладывает, чтобы его вырастить. Поэтому молитесь, тогда Всевышний дает жизнь вашим целым, вашим мечтам. А труд выращивает то, что вы делаете, помогает вам, чтобы вырасти, чтобы это вы плоди получали. Четвертая вещь, которую я очень хорошо соблюдаю и держу в своей жизни, это стиля благотворительности. В 96-ти годах, когда я в Москве, после того, когда принял решение, что я больше не буду работать физическим тяжелым трудом, я бросил физический труд и начал зарабатывать, торговал зеленью. С этого я начинал зелень покупать, продавать. А потом однажды я встретил парня, который просто темным лицом стоит, вообще уже потемнел от депрессии. Я подошел к нему и сказал, ты откуда? Он сказал, я из Кишинева, это Молдавия. И я просто ему сказал, а ты хоть покушал? И у него слезы выросли. И я вспомнил свои полгода, которые я на улице жил. Я его пригласил, просто сказал, угостил его. А потом я думал, почему бы мне каждый день это не делать? Я зарабатывал каждый день и на все заработанные деньги кормил людей. Иногда в день было 50, иногда 100, иногда даже 150. Порция еды была 5 рублей. Что я тебе хочу сказать? Сила благотворительности. Я не понимаю это дело, но я вам рассказываю эту историю. Не хочу, чтобы вы воспринимали это как будто я хвастаюсь. Но я рассказываю эту историю для того, чтобы вы разное все видели. Я был действительно обычным парнем, который только месяц назад был грузчиком. Но когда пристал физическим трудом работать, все заработал, сколько бы не заработал, я начал кормить вот приезжих, которые не могли найти работу и так далее. Где-то через полтора месяца я был самым уважаемым человеком в этом, можно сказать, овощном рынке в Москве, в Киевском вокзале. Я был один из самых известных. Видите, все вишни сделали меня от самого, вот там внизу, сделал один из самых уважаемых человеком. И это помогло мне очень много добиться. И каждый раз, прежде чем я что-то делаю, я делаю большой благотворительностью. Это, понимаете, теперь я это понимаю, тогда не понимал. В 2013 году, чтобы избавиться от долгов и так далее, мы раздали по всему Кыргызстану 174 тысячи книг. И в дальний момент постоянно мы этим занимаемся. Поэтому я убежден, что сила благотворительности, она огромная. Понимаете, если вы один человек в бизнесе, возьмите второго партнера Всевышнего. Всегда дайте благотворительность. Если у вас пятеро, возьмите шестого Всевышнего благотворительства. Его доля тоже выделяете, точно так же, как вы себя выделяете и так далее. Точно так же пропорции, как ваша вера говорит, она сильно работает. Я постоянно это делаю, сажаю семена богатства, и она вокруг вас растет, и это помогает вам. Пожалуйста, богатство от Всевышнего делитесь с ними. Тогда вы обязательно будете богатые. Я в своей жизни пять-шесть раз делал глобальные крупные благотворительности, и это помогает всегда. Дальше. Следующая вещь, которую в своей жизни я очень постоянно соблюдаю и держу, это философия земли. Философия земли мне помогает быть зрелыми, помогает мне быть терпеливыми. Каждый раз, когда кто-то на меня накричит или кто-то там недовольство проявляет, я постараюсь. Философия земли используют. Почему? Земля самая богатая. Посмотрите, пожалуйста. Земля находится под ногами людей. Люди туда бросают мусор, люди туда бросают грязь, люди бросают туда все отходы, понимаете? Но оттуда растут, от земли растут цветы, понимаете? Оттуда растут красота и так далее. Я это принимаю, это философия земли на себя так. Если кто-то мне плохо говорит или чего-то, это не важно для меня. Важно, что я говорю про других. Важно, как я отношусь про других. Потому что земля, понимаете, от земли растут всегда красота и цветы и так далее. Хотя люди пьют на земле или мусор бросают. Я учусь этому, правда. Постоянно этому учусь. Спокойствие, терпение и так далее. Шестое правило моей жизни, которое мне очень хорошо помогало вообще в моей жизни, то, что мне помогало, это стратегия своей жизни. Понимаете, вы точно знаете, что вы когда-нибудь умрете, правда? Вы же знаете, что вы не будете жить тысячи лет, так? Но вы же прекрасно это понимаете. И мы все понимаем этого, что мы не живем тысячи лет. Мы все понимаем, что когда-нибудь умрем. Но мы не знаем, когда умрем. Мы не знаем, это завтра или послезавтра, или через пару лет. Мы это не знаем. Но мы знаем, что в среднем человек 70, 80, 100 лет живет. 200, 300 я не видел. В среднем живет 70 или до 100 лет. Мы понимаем с вами, что первые 30 лет уходят на набор опыта, набор информации, образования. Но мы понимаем и знаем, что после 60 лет вряд ли мы будем такими трудоспособными, активными, как 40 лет или как 30 лет. Останется у нас от 30 до 60 лет. Это самые активные годы, в которых можно что-то добиться, можно что-то делать. Честно скажу вам, именно это кардинально повлияло на мою жизнь и изменили меня. Я это планировал. В свое время, когда мне было, может быть, 14, может быть, 15 лет, я уже точно не помню. Мой наставник сказал так, ты знаешь, в этом мире ты ничего не сменишь, сынок. Но единственное, что ты можешь делать, это свою жизнь сделать шедевром. Твоя жизнь в твоих руках. Сделай его богатым. Я пришел домой и начал планировать свою жизнь, не понимая это тот момент. И сейчас очень хорошо понимаю. Поэтому надо расписать стратегии своей жизни. Если даже мы умрем, даже мы не знаем, что будет. Понимаете, я писал стратегии своей жизни, даже не понимая, даже не зная об этом. И вот так, что хотели бы, чтобы появились мои жизни и так далее. И это все реализовалось. И я сейчас всех своих учеников настаиваю, чтобы написали стратегии своей жизни. Потому что это ваша жизнь. Вы должны его наполнять то, как вы хотели, чтобы оно прошло. И оно мне очень сильно помогало. Правда, интересно в том, что я написал, вы понимаете, вот так написал в течение 100 лет, что хочу, чтобы в моей жизни появилось. А потом, когда мне было 33 года, я приехал в это селе древнее, чтобы дом строить для мамы. В тот момент, когда я начал, вот стройка дома была, поднимался в чердаке, я видел все свои тетради, все свои книжки и так далее. Я нашел этот альбом, этот вот общий тетрадь, где было написано, все это моя стратегия жизни. И я был удивлен, что, вы представьте, на минуту, у меня было в тот момент 33 года. Я почитаю на этот момент, было написано, что 48 лет я стану доктор наук, 50 лет я маму отвезу или там сам поеду в Мекке и так далее. Вот были такие вещи написаны, понимаете. Но у меня было 33 года, на тот момент я был уже доктор наук, я был уже, маму уже отвез в Мекке, я был уже финансово свободным. 25% те цели, которые я написал, что в течение 100 лет моей жизни должны были быть, они были уже реализованы. Понимаете, вот в чем скрыт. То есть у нас сейчас в мозге какой-то инструмент, который ускоряет процесс появления тех целей, которые вы написали. У меня было написано, что 50 лет и так далее, чего-то добьюсь, но это уже было, мне было 33 года, но эти вещи уже были моей жизнью. Вот в чем суд, понимаете, вот в чем суд, что планировать надо свою жизнь, это однозначно. Хотя, может быть, ваша вера или, может быть, ваша философия жизни говорит, что нет, мы верующие, мы не должны планировать. Нет, правда, правда, планируйте, планируйте, это ваша точка зрения, что вы якобы нельзя планировать. Некоторые веруют, приходят мне, некоторые люди говорят, религиозные люди приходят мне и говорят, что знаете, нельзя планировать жизнь, один Аллах знает, что будет. Я говорю, ты знаешь, даже если я умру, даже если умру, хоть, по крайней мере, те дни, которые прожил, я прожил их достойно. И, возможно, они все успели сделать, но, по крайней мере, тот год, который я прожил, что-то успел сделать. Конечно, во всем приходит воля Всевышнего. Лучше планируйте свою жизнь, это будет то дерево, которое вы сажаете, семена. А потом молитесь, Всевышний дает жизнь вашим целям, как это дерево, да? Всевышний дает жизнь, это дерево, а труд выращивает это дерево, чтобы оно давало плоди. Следующая вещь, самая важная вещь, которую я понял, это, если сказать, седьмое, это ваш характер. Характер важнее таланта. Запомните, характер развивайте пропорционально вашей умственной способности, потому что характер не дает вам сломаться. Характер помогает вам дело довести до конца, не бросать на поле пути. Я встретил много талантливых ребят, в моем классе со мной учились много талантливых ребят. Правда, у меня восемь дипломов, понимаете, в вузы, когда со мной учились, были рядом со мной очень много ребята, очень умные ребята. Но они почему-то, кто-то из них не уверен в себе, они даже свои идеи не реализуют. Или кто-то из них на поле пути при первой трудности бросает, сломается и так далее. А если характер сильный, вы можете преодолеть временные трудности и неудачу можете превращать в учебу и успех и так далее. Для этого нужен сильный характер. Чтобы у вас характер появился, вы должны понимать, что формирует характер. Время формирует характер. Куда вы вкладываете свое время, вы этим становитесь. Понимаете, если вы время тратите долго, лежите возле двана, время тратите на свадьбу ходите, болтовнё занимаетесь и так далее, у вас характер станет слабым, поэтому куда вы тратите свое время, в конце концов вы этим становитесь. Источник формирования характера – это время, куда человек потратит. Посмотреть на своих детей, если они бездельничают пару дней, два-три дня, им неохота домашнее задание делать. Если они неделю пропускают учебу, они не хотят уже, у них умственный лень появляется и так далее. Или если человек не пойдет на работу, уже ему неохота это делать. Время является источником формирования характера, во-первых. Во-вторых, нужно физический и умственный труд пропорционально развивать, пропорционально. Умственный труд увеличивает скорость мышления и так далее, а физический труд, она воля воспитывает, и терпение, и вносливость. Это помогает, поэтому и то, и то надо делать, чтобы у вас трудоспособность была развита. Жизненной энергии было у вас много, потому что если у вас не будет жизненной энергии, вы даже хорошие идеи не можете реализовать. Даже если у вас есть много времени, в это время просто будете сидеть возле телевизора, и у вас силенны будут что-то делать. Понимаете, вот в чем суд. Следующая вещь, которая мне очень хорошо помогает, и это понял, надо научиться принимать свою судьбу. Понимаете, надо научиться принимать свою судьбу. Принимать жизненные уроки, жизненные события, жизненные ситуации. Надо научиться принимать. Не игнорировать, не отрисать, не критиковать себя, не отрисать свою жизнь. Наоборот, принимать. Принимая свою судьбу, ты станешь мудрее, ты растешь. Научитесь принимать обоснованные критики, когда критикуют вас ваши клиенты, когда критикуют вас ваши партнеры. Когда, понимаете, я это принимаю. Принимая это, ты станешь умнее, ты станешь сильнее. Но принимая именно конструктивные критики, то есть мнение экспорта. Например, научитесь принимать советы умных людей. Научитесь принимать наставления, когда где-то есть священные книги наставления, где-то сталкиваешься с мудростью. Это мне сильно помогло, потому что я всегда принимал наставления умных людей. Понимаете, я не понимал многие вещи на русском. Я помню Тюмени, мне женщина Надежда Игоревна сказала, Да, Влад, что ты делаешь, тебе это не надо, тебе лучше учиться. Я пошел и начал учиться. Она посмотрела на мой аттестат и сказала, как ты можешь так всю жизнь провести? Я пошел и начал учиться. Всегда, когда мне кто-то дает советы, я не игнорирую их, я постараюсь их принимать. Почему? Потому что принимая это, мы развиваемся, мы становимся сильнее. И я остался без отца, мне было годик, когда отец умер. Понимаете, это так было. Отец умер, мне было годик. Я в самом начале, мне было очень тяжело, когда я вырос, особенно пришел в город. Все мои однокурсники, видите, мы в Средней Азии выросли, все однокурсники, все их родители помогали поступать в вуз. И это мне причинило боль. Те ребята, которые постоянно я помогал, от меня приписывали, они были студентами, а я ходил на улице. Я сидел, думал, если бы был мой отец, я тоже учился бы, я не думал бы, где бы зарабатывать и так далее. Но теперь я это понимаю, что принимая свою судьбу, я стал сильнее, я стал лучше. Когда попал в долгах, то же самое. Я это воспринимал как дар Божий. Я сказал, нет, это если я раздам эти долги, зато я стану умнее, сильнее. Поэтому принимать надо свою судьбу. Следующая вещь, которую я очень хорошо понял в жизни, это принимая свою судьбу, вы превращаете себя в ученика. Быть учеником очень важно. Оставаться учеником очень важно. Я вам привезу такой пример, что подумайте, в океане много вода или в речке много вода. Подумайте, в океане много вода или в речке много вода. Соответственно, если глобус открываете, то есть карта посмотрите, вы сразу видите, что в океане больше вода. Почему? Потому что океан чуть ниже находится, чем все горы и так далее. И это показатель, что если ты хочешь быть умнее и мудрее, себя не читай выше других. В общении с людьми дай пусть они говорят. Больше набери мальчане, больше набери. Сдавай вопросы и научись слышать. Научись услышать глубину мыслей и так далее. И ты превращаешься в океан мудрости. Поэтому оставаться учеником всю жизнь очень важно. Даже когда у вас есть дипломы. Даже когда вы начальник. Даже когда вы руководитель. Понимаете, я перехожу в своих организациях. У меня 23 организации. У меня есть правила в моем организации. Я всегда говорю в своей организации, что ребята, не делайте от меня всезнающего наставника. Не делайте от меня образ всего умного человека. Нет. Я миллион ошибок делаю. Вы помогите мне уменьшить мою ошибку. И самое важное в нашем корпоративном культуре, нашей организации, то, что я говорю о том, и все мы говорим об этом, все наши команды о том, что независимо от статуса, независимо от статуса. Может быть, и по статусу ты друг директор или там начальник отдела. Но как человек мы все равны. Мы как человек все равны. И все имеют право голоса. Все имеют право свое мнение оставить и донести. И говорить. Это очень важная ценность организации. Понимаете? А вот это помогает мне быть учеником. Я учусь у самого уборщика. Я учусь у моего сопровождающего, продавца и так далее. Я всегда у них спрашиваю. Посоветуй мне, пожалуйста, как мне делать. Это нормально. Если вы что-то не поняли, советоваться, спросить. Это нормально. Не делайте вы, что вы все знаете, даже если вы начальник. Ходите, учитесь, езжайте. Я недавно заканчивал вуз МАБЭТ, Алма-Ате и Ранхесе в Москве. И многие, когда меня видели, что я учусь, они мне говорят, вы здесь преподаете или учитесь? Я говорю, ребята, я учусь. Они говорят, так, зачем вам? Вы же и так, и так состоятельные, вы сами обучаете бизнес. Я говорю, знаете, как многого я еще не знаю. Как мимо меня проходит много сильных знаний. Очень много сильных знаний проходит мимо. Следующая важная вещь, которую я в своей жизни очень хорошо понял. Я понял, что и правила, которые в своей жизни внедрял, жизнь меня заставила это внедрять. Это понимать, разделить критику. Есть кусачья критика, есть конструктивная критика. Конструктивная критика, это когда обоснованный эксперт тебе говорит, надо уметь его исправить, принимать. А когда вот кусачья критика, это люди, которые пытаются тебе грязь валить, пытаются тебе сказать, что ты плохой, задевать тебя и так далее. Они сами не соображают в твоем деятельности, но тебя критикуют. Это что означает? Это означает, что я просто понял, что меня постоянно критикуют те, кто ниже меня. И меня постоянно критиковали, меня игнорировали. Понимаете, мне сказали, ой, ты даже сначала научись говорить на русском, потом пытаются меня учить. Даже некоторые люди слышали, мимо меня проходят, видите, мой народ бедный, мой народ еще после войны прожили и так далее. Некоторые даже мне сказали, да ты иди учи свой народ, что ты тут болтаешь нам и так далее. Даже мне и такие говорили. Некоторые люди мне сказали, да твои зоны тебе самому не помогают, посмотри на себя. Понимаете, я держал офис, я помню, я держал офис, она была в этом автодорожном техникуме, Бишкеке. У нас был такой вонючий туалет, грязный. Это было после банкротства, я в долгах, это в 2010-2011 годах. Люди ходили на мои тренинги, я слышу, они мимо ушей, вот так во их взглядах, как они друг друга показывают, что как он говорит о миллионах, сам сидит здесь и так далее. Я терпел это все и понимал, что мне придется это все терпеть, пройти это все, понимаете. Многократно меня критиковали, унижали. Когда попал в долгах, некоторые просто пришли меня, унижали, сказали, что ты просто врешь, обманываешь людей, ты никакой не богатый и так далее. Но я уже был в долгах, в банкротстве, я знал, что внутри моя совесть была честна и она была очень сильна. Я владел знаниями, которые стоили миллионы, понимаете. У меня не было денег в тот момент, я был в долгах, я брал на себя долги, которые не делал, понимаете. Но это сделал меня сильным, поэтому даже хоть до сих пор я хорошо не умею говорить на русском, я его специально не учусь, потому что таких ребят, как я, много, которые, они хорошие ребята, но они не владеют хорошими знаниями и так далее. Глядя на меня, мой слушатель, мой читатель начинает понимать, что если этот парень справился из села, я справлюсь. Поэтому я учиться языка в любой момент успею. И самое интересное, больше всех меня критикуют, мой народ, таджики меня критикуют больше всех, но я знаю, потому что это, оказывается, в своем земле пророков не бывает. Я часто вижу, что в фейсбуках, в соцсетах только они мне пишут, что учись русский язык, столько времени я выступаю, везде никто мне такого не говорит и так далее, потому что это знание. В своем народе вы никогда, оказывается, пророков не бывает. Наверное, это нормально, это народная мудрость, наверное, и это тоже нормально, наверное. Поэтому я научился просто пережить критику. Критику я просто научился пережить. Поэтому, когда меня критикуют, я просто, если она обоснованная критика, благодарю, учусь, беру пример и осознаю. А если просто кусачая критика и так далее, она на меня не действует уже, я не реагирую, она не мое. Я думаю о своей цели. Цель важнее, чем это. Мои ученики важнее, чем это. Если кто-то придет, меня благодарит за то, что из долгах выбрался, это для меня важнее. Следующая важная вещь, которая мне очень хорошо помогает в этой жизни, это осознание того, что самая главная цель жизни – это служение. Я выбрал служение, и это помогает мне, это мотивирует меня, это вдохновляет. Вот это 10 основных правил моей жизни, которые мне помогли в этой жизни добиться что-то или стать кем-то. Только эти вещи я просто поделился с вами в нашем рубрике «Совете Довлатова». Вдруг кому-то из вас это поможет, вдруг кому-то из вас это даст вам силу, поможет вам, можно сказать, повылиять на ваше решение в лучшую сторону. Я надеюсь на это, дорогие друзья. Вы можете писать свои комментарии внизу, свое мнение, свои комментарии. Спасибо, что вы слышите нашу рубрику, читаете наши книги. И если я в чем-то буду полезным вам через эти советы, через эти книги, через тренинги, тогда я считаю, что моя жизнь наполнена смыслом. Счастливого успеха вам! Субтитры создавал DimaTorzok